Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня поговорим про усилия над собой и насилие над собой. Чем они отличаются? Первоначально нам с вами надо вспомнить, что есть идеальное я и есть реальное я. Реальное я – это реалистическое представление о себе. То есть, чем мы более объективно отражаем на своём сознании образ себя, объективно-реалистично, тем больше у нас реального я. Чем более искажённо, а искажаем мы всегда в идеалистичность, тем больше будет идеальное я. Ничтожное я – это всего лишь обратная сторона идеального я. То есть, ничтожное я – человек падает именно тогда, когда он не соответствует своему идеальному. Когда у человека реалистичное представление о себе, неполноценного я просто нету, оно не существует, потому что у него неполноценного я всегда спутник идеальное я. Итак, когда мы относимся к себе реалистично, мы понимаем собственные возможности, то мы понимаем, какую активность мы можем осуществить, какой у нас есть потенциал для осуществления той или иной активности. И тогда мы можем наиболее реалистично понять, к чему у нас есть склонности или таланты. Когда мы фантазируем о себе, то достаточно сложно найти ту деятельность, в которой мы могли быть реализованными. Как формировать реалистичное представление о себе – все видео на этом канале, без исключения. Мы с вами поговорим именно про усилия и насилие. Когда мы из идеального я смотрим на себя, нам кажется, что мы могли бы публиковать, например, гениальный пост каждый день. То есть, ну, что там написал, разместил в соцсетях, нажал кнопку «опубликовать» и готово. Технически это можно, значит, возможно и для личности. Но когда у меня реалистичное представление о себе, я понимаю, что я могу написать пост один раз в неделю, который нравятся определенной категории людей. И мне для того, чтобы написать пост, надо достаточно… Это я сейчас про себя правду рассказываю. Мне надо достаточно долго какую-то идею крутить у себя в голове, подбирать для нее данные, проверять это на практике. И для того, чтобы написать один единственный пост в неделю, мне надо достаточно много времени вынашивать его. И тогда я его уважаю, и какое-то количество человек его лайкает. У идеального я вот этого всего нет. В идеальных каких-то условиях, вот когда создают идеальный какой-то эксперимент, там создают идеальные условия, когда нет вообще воздействия никаких неблагожелательных факторов. То есть человек фантазирует о себе, выхватывая только какие-то, мало того, что нереалистичное представление о себе, но еще и убеждение, что он, конечно, может. То есть у него такое частичное представление о себе, и даже та часть, которую он вытащил для анализа, она все равно нереалистичная. И поэтому задачу, которую он себе ставит, она тоже нереалистична. Это когда люди приходят, например, на психоанализ, и они уверены, что они вот сейчас быстро все порешают. Или они зададут вопрос, что делать, им человек скажет, и они сделают, и все порешают. То есть это постоянное мышление в идеальной системе координат. Идеальная система координат имеет непосредственное отношение к субъективности. То есть я то, что про себя думаю. Не я познаю себя реального, а я то, что я про себя придумал, то я и есть. То есть сверки с реальностью не происходят. Итак, когда из идеального я идет анализ, то я могу публиковать посты каждый день гениальные, я могу стать успешным специалистом, я могу прочитать много книг. Вот по книгам. Я думаю, среди вас есть те любители купить много книг, и потом они стоят на полке, и ты их не успеваешь читать. И если их надо читать, то это делается через силу. Вот как раз-таки вот это насилие, которое мы сейчас с вами обсуждаем. Потому что если бы я реалистично относилась к подходу, сколько я могу книг действительно прочитать, не по верхушкам, ам-ам-ам, как мы с вами в посте разбирали, а действительно углубиться и понять, то получилось бы там одну книгу в год. Одну книгу в год. Как это одну книгу в год? Это мало. Видите, идеальная я, она тут же начинает возмущаться. Мало одной книги в год. Надо больше, больше читать. У идеального я есть всегда мечта об какой-то Божьей милости, скажем так, что откроется вот мое вдохновение, я вот проработаю, словлю вот эту волну, и на этой волне буду писать. То есть такое, или там я пострадаю, я настолько страдала, вот должно у меня открыться вдохновение. То есть это речь о каком-то чуде, которое должно произойти, или я найду какую-то деятельность, начну делать, и я пойму, что это мое. То есть это все время ожидание какого-то быстрого перехода в какую-то гениальность и полную реализованность. И идеальное я, оно бессознательно все время подтасовывает факты под это. Я знаю, люди что-то пишут и высылают друзьям, спрашивают, как это. Ну как друзья скажут? Ну скажут, отлично. А если какой-то человек скажет, что не очень ему понравилось что-то, то на эти люди сразу вспышка агрессии. А если быть маминым пирожочком или маминой булочкой, мам и мама вообще скажут, «Все прекрасно пишешь». Ну или не мамы, а какого-то другого человека, найти какого-то там мужа, который от тебя зависит, или жену, которая от тебя зависит, и спрашивать у него, и скажут, конечно, ты прекрасна, дорогая, или, конечно, ты прекрасен, дорогой. И тогда идеальное я получает подкрепление. Я вот знаю, есть такие люди, которые в узком сообществе никуда особо не выходят, такой как в маленькой секте общаются, друг друга хвалят, друг другу говорят, что они гениальные и верят в это. То есть, когда мы выходим на большой простор, мы сразу с вами встречаемся с собой реальными. Когда мы не вышли, не показали себе, не открыли рот, не реализовали, мы можем фантазировать о себе всё, что угодно. Поэтому люди, которые говорят, у меня страх проявленности, это страх встречи с собой реальными. И идеальное я, то есть, давайте заменим идеальное я на идеалистичное представление о себе. Оно давит на реальное я, требует, чтобы реальное я достигло вот этих вот высот. То есть, СВ здесь обозначает сила воздействия, ИП – идеалистическое представление о себе. У реального я тоже есть сила воздействия на я. То есть, когда у меня есть реалистическое представление о себе, я понимаю, что мой комфортный ритм, в котором я не пишу обо что, а пишу что-то вдумчиво, это один пост в неделю. Или реже. Возможно, иногда чаще, если происходят какие-то события, но это мой средний ритм. Когда мы говорим о реальном я, то реальное я мыслит себя всегда как процесс. То есть, процесс, который начинается в момент зачатия и длится. И в реальном я всегда помню о том, какая я была, откуда я пришла, что ранее у меня было. А идеальное я, оно всегда мыслит, вот сейчас какой-то идеальный образ. И люди в идеальном я, они любят говорить про проработанность, про справился со всеми своими проблемами, психолог должен проработать все свои проблемы. Вот эти все вот сказки идеальное я рассказывает, и многие люди приходят именно за идеальностью. Идеальное я, почему я говорю это сказки? Потому что всё, что с нами было, оно всё есть в нашей истории. Если я мыслю себя как процесс, это всё со мной навсегда. Но если я уже узнаю свои заблуждения, я понимаю свои проблемные места, то я понимаю как их нивелировать, как их компенсировать, как не дать им волю, как не быть захвачены им. Вернёмся к усилию и насилию. Итак, дамы и господа, идеальное представление о себе, оно всегда будет осуществлять насилие над я. Насилие над текущим я. То есть сила воздействия всё время будет избыточная, потому что это требование не к реальному я, которое существует, а требование вот в идеальном я оно так вот придумала, чтобы было, и вот оно начинает давить. И человек в этом насилии, то есть насилие это не соответствующая реальным возможностям нагрузка. Оно, личность какое-то время может даже пробежать какую-то дистанцию, но стабильного результата мы не наблюдаем. То есть это будет такое рывкообразное движение. Рывок, пауза, рывок, пауза. То есть нету стабильности, нету динамичности, нету последовательности, нету постоянства, нету дисциплины. И двигаясь такими рывками, несомненно, тоже можно чего-то достигнуть. Но вот это вот принуждение насилием, когда ты принуждаешь себе сделать намного больше, чем ты на самом деле можешь, оно заканчивается тем, что вообще ничего не хочешь делать. Люди иногда десятилетиями так живут, а потом начинает стареть, меньше сил появляется, они привыкли вот так вот давить на себя, а уже не давятся, уже так не получается. И надо переходить на иные рельсы, они не могут, и поэтому попадают в депрессивное состояние. Реалистичное представление о себе тоже оказывает усилие, воздействие, там есть сила воздействия. Когда мы понимаем, когда мы мыслим себя как процесс, что у нас есть внутри младенец, который хотел бы все время полежать, посмотреть сериальчик, поспать, мы понимаем, что здесь тоже необходимо прикладывать усилия. Давайте вот разберемся, что такое личность. Во-первых, нам надо помнить всегда, что у нас есть, скажем так, детская часть, но это не детская часть, а это воспоминания из детства, они самые яркие, потому что в детстве эмоций было много, мы могли много проэмоционировать, и в памяти вот это осталось. И это детское счастье мы пытаемся повторить, а взрослому человеку уже не подходит, потому что взрослый человек не может его гормонально даже воспитать, гормонов нету столько, сколько было в детстве. И ребенок он всегда надо будет воспринимать как насилие, любое надо – это давление, это иди работать, это травля. То есть ребенок, когда надо убрать дом, он воспринимает это сразу как насилие. Надо разобраться, во-первых, как идет восприятие своих обязанностей, как, о боже, какой это ужас, или же уже по-взрослому, ты понимаешь, причинно-следственной связи, ты понимаешь, чтобы дома было чисто, надо убрать, или надо заработать столько денег, чтобы кто-то тебе пришел убрал. Ребенок, он все время страдает, он реагирует все время страданием на то, что не так, как ему хочется. То есть у него все время есть идеалистическое представление о себе гениальном, что его все безусловно принимают, чтобы он на голове даже, если будет сидеть, все равно его будут безусловно принимать. За такое счастье. Вот он нарисует каракуль, скажет, это гениально. То есть ребенка вот такое счастье, у него вот это признание извне, и он не хочет объективно понимать, а что он производит. А взрослый, он уже стремится общаться с реальностью, с другими людьми, хочет понимать свою реальную ценность, что он из себя реально представляет. И тогда надо, это необходимое условие какого-то процесса. То есть для того, чтобы зарабатывать, нужна дисциплина. Для того, чтобы реализовываться, нужно последовательное методичное выполнение каких-то действий, с постепенным возрастанием навыков. Ребёнок верит в чудо, он верит, что случится чудо, и всё будет. С этим мы разобрались. Помимо этого, когда мы мыслим личность как процесс, мы понимаем, что в нас одновременно находится младенец, и годовалый ребёнок, и трёхлетний ребёнок, и пятилетний, и десятилетний, пятнадцатилетний бунтующий подросток, и помимо этого ещё кот и собака. Как? Объясняю. У нас есть животная часть, мы её с вами уже исследовали в предыдущих видео. Когда зверь хочет доминировать, зверь хочет захватить власть над всем ареалом, чтобы все его обслуживали, он реагирует на других всё время, как на конкурентах, он реагирует злостью, страхом, ему всё время страшно, ему должно быть безопасно, и так далее, и так далее. То есть если мы представим личность, она похожа на машину, в которую загрузилась вся семья, она куда-то едет. У нас там есть кот, который мяукает, хочет лежать и лениться, собака, которая преданно заглядывает в глаза и хочет, чтобы её похвалили. У нас есть младенчик годовалый, который всё время орёт, даже иногда не годовалый, а трёхмесячный. Он всё время орёт. Есть трёхлетний ребёнок, которому хочется, чтобы на него всё время обращали внимание. Есть пятнадцатилетний подросток, который бунтует. Есть ещё какая-нибудь ворчливая или ворчливый родственник старый, который всё говорит, всё они так, всё они так. И это всё мы, это всё наши части. И вот представьте, вы в этой машине пытаетесь отправиться в путь, доехать из пункта А в пункт Б. Кот мяукает, собака просится на улицу, ребёнок кричит, бунтующий подросток говорит, куда вы меня везёте. Старый родственник говорит, как мне это всё надоело и так далее, и так далее. Это всё в нашей голове. То есть мы процесс, из прошлого всё это, мы волочимся бы, это никуда не дьётся. Мы можем только идти на поводу этого или не идти. И со всем этим табором нам куда-то ещё надо приехать. Вот когда мы так личность представляем, у нас становится понятно, почему мы не можем делать то или другое. Почему у нас не хватает дисциплины, почему у нас не хватает устремлённости и так далее, и так далее. То есть когда я учитываю все эти фигуры, то я тогда понимаю, какая я реальная. Я понимаю причины своих действий или своего бездействия. Действия, например, патологичных, наедться сладкого. То есть у меня в памяти где-то всталось, что я пятилетней девочкой наелась сладкого и волосчастливого, и я пытаюсь всё время это повторить. Или же я помню, как я пятнадцатилетняя девочка, и побунтовала, и почувствовала, какая крута. И я сейчас пытаюсь это повторить. И человек повторяет из прошлого что-то, но ему кажется, что это настоящее. Он всё время повторяет вот это вот пережитое счастье. И вот эту всю машину, вот эту нагруженную людьми, там же автобусик маленький, нам надо довезти. И если мы не будем учитывать всех персонажей, то мы не поймём, каким образом надо организовать эту поездку, чтобы доехать за, допустим, минимальное количество времени. То есть у нас должно быть там то, чем дети могли развлекаться, что собака могла бы грызть, не знаю, кота надо накормить, чтобы он спал и так далее, и так далее. Вы сами со своими персонажами разберитесь. Вот, например, я когда сажусь за что-то, я тоже чувствую этого бунтующего ребёнка, который говорит, ну мы уже офигенные, зачем нам ролики ещё писать? Ну посмотри, мы уже прекрасны. Я ему говорю, так, пишем ролики, ведь тебе нравится вот читать комментарии. Там тебе говорят, что ты хочешь, нравится. Ну вот, давай снимем ролик, почитаешь комментарий, успокоишься. Или надо готовиться к лекции, я не хочу ничего делать. Так уже достаточно всего, я говорю. Ну вот смотри, проведём лекцию, купим тебе вкусненького, купим тебе платьица, давай, будем что-то делать. То есть когда ты учитываешь это всё, понимаешь, откуда идёт давление и можешь разговаривать, не идёшь на поводу, то есть ты не захвачен этими персонажами. Или котом, который хочет поесть и спать на солнышке, ничего не хочет делать. То есть это всё можно не делать, но этого есть последствия. А проблема в том, что идеальная я хочет ничего не делать, но хочет, чтобы последствия были другие. И поэтому сила воздействия это всё время как насилие. То есть фактически вот это вот окошко возможностей, оно появляется очень редко. У нас в основном невозможности. То есть у нас всё время есть причины невозможности что-то делать. Вот эти дети, собаки, коты, бабушки, подростки и так далее, и так далее. И окошко возможностей, оно открывается очень редко. Вот я думаю, что вы все понимаете, про что я говорю. Когда, например, есть какое-то вдохновение, ты поделал, потом думаешь, а потом поделал, а потом вдохновения нет. То есть ты не ценишь эти моменты, когда у тебя появляется и на верение что-то делать. Хочется по инерции сказать, а не буду делать. Потом. А потом уже даже вспомнить не можешь по поводу чего было вдохновение. То есть вот если бы мы нарисовали идеальное, как она себя мыслит, оно вот всё было в жёлтых квадратиках возможностей. У тебя и такая возможность есть, и такая возможность, и такая. А реалистичное представление говорит, не-а. Тебе надо преодолеть столько инерций, столько рефлекторных дуг, столько ритуальных действий, к которым ты привык. Вот понаблюдайте своё жизнь. Она вся из ритуалов. Всё время одно и то же. Пусть это одно и то же патологичное, но оно уже понятно, как в нём жить. Поэтому мы делаем одно и то же и почему-то ждём, что будет другой результат. Не будет. То есть, когда мы говорим про идеальное я, идеальное я исходит, что оно может 100%. Оно может писать пост каждый день. И когда оно пишет пост один раз в неделю, это там, допустим, 30%. То есть развитие составляет минус 70%. Идеально говоря, минус 70%. Я написала всего лишь один пост в неделю, я могла бы написать 7%. И в этот момент возникает неполноценность. Вот когда мне люди задают вопрос, когда я перестану срываться на других? Когда я перестану злиться? Когда я перестану злиться? Никогда. Никогда. Но вы можете это делать не так часто. Или не так долго. Вот и всё. Вы процесс. Если это было в вашей судьбе, это будет всегда. Но вы можете уменьшить. То есть, если реалистичное представление говорит, я могу написать один пост в две недели, а я написала два поста в две недели, у меня будет развитие плюс 10%. Видите, тут 30, и тут 30, и тут одинаковый результат, но мы на него смотрим по-разному. Из идеального я это минус 70% эффективности, а из реального я плюс 10. Какая молодец! Когда я перестану срываться на 10% меньше? О! Реальный вопрос. Давайте про это поговорим. Вот про это мы можем поговорить, и вы не будете себя чувствовать неудачником. Если вы ставите вот эти диристические 100%, вы будете всё время неудачником, и будете говорить, ну сколько уже можно развиваться? Когда это закончится? Когда уже будет идеальнее? Итак, дамы и господа, когда мы говорим про усилия, это необходимая и доступная активность. И как вы видите, её ещё надо отыскать. То есть, надо организовать условия для активности. Вот тут я писала, сон, еда, отдых, эмоциональность. То есть, чтобы моя активность была эффективной, когда я не высплюсь, её не будет. Всё, если ты не выспался, вычеркнутый день. Ты там будешь что-то делать. Как-то. Абы как. Если ты очень голодный, ты думаешь только про еду. Если ты переел, ты думаешь, как поспать. Если ты эмоционально почитал новостей, посмотрел, поскринил ленту, попереживал остальных, и всё, ты эмоционально выпотрошен. У тебя силы на что-то писать нет. То есть, нужна такая гигиена, создать пространство, где ты не будешь выхолощенным до этого. Вот я, например, знаю свои самые работоспособные часы, когда мне можно прилагать усилия. Это раннее утро, когда я рано ложусь и рано встаю. Или же ночь, когда все спят. То есть, когда меня ничего не отвлекает. Я тогда днём досыпаю и ночью работаю. У меня бывают тоже такие периоды. И я не говорю, что так надо. Это так у меня, у вас будет как-то по-другому. То есть, создать условия. Я, например, точно знаю, что если в доме кто-то говорит громко, какой-то шум, я менее работа спасана, и мне нужна тишина. И если дома не получает эта тишина, то мне надо искать место, где будет тихо. вплоть до беруши вставлять в уши. Вот даже если соседи делают ремонт, я уже менее эффективна. Видите, маленькая зелёненькая окошечка возможность. Вы там писали, что цвета не передаётся. Ну да, камера искажает цвета. Поэтому слушайте внимательно, вы поймёте, где что находится. Итак, дамы и господа, усилие необходимое, доступное воздействие, которое мы можем оказать на личность. И мы понимаем, что у нас только чуть-чуть, пару процентов есть измениться, улучшиться. Вот мы говорили 10 процентов. Реальное. 10 процентов. То есть мы можем чуть-чуть уменьшить лень, чуть-чуть увеличить продуктивность. Но самое главное, чтобы была положительная динамика на протяжении какого-то периода времени. Вот сохранить в этой динамике, в этом постоянстве самое сложное. Сложно писать ролики каждую неделю, как я это делаю. Поверьте, я не всегда с энтузиазмом думаю, ааа, среда, буду писать ролики, какое счастье. Это не так. Это мне вообще не хочется. И я себе говорю, я организовываю свой автобус с табором и говорю, так, есть обязательства, я это делаю, это меня развивает. Вот такие дела, дамы и господа. Так что подведу такой небольшой итог. Насилие. Во-первых, ребёнок будет воспринимать насилием всё, если он не отдыхает и не получает удовольствия. С этим надо разобраться. А во-вторых, разобраться с реалистичным представлением о себе. Когда есть реальная карта себя, то тогда ты понимаешь, когда у тебя появляется 10% развития. давайте вы попробуйте сейчас в комментариях сформулировать, вот не про себя писать, а попробовать мыслить абстрактно, что с вашей точки зрения зрение усилия, что с вашей точки зрения насилия. Будьте лаконичными, потому что лаконичный комментарий, он не за... Понимаете, когда вы пишете громадные-громадные-громадные комментарии, это хорошо, что вы выражаете себя. Но умение лаконично мыслить это хорошая наука. Учитесь мыслить лаконично, тогда то, что вы говорите, будет концентрировано, и люди будут вас слушать более внимательно. Итак, пишем в комментариях. Я напоминаю, у нас 26 августа бесконфликтность, но не бесхребетность вебинар. Как сохранять силу, но не быть размазнёй. И напоминаю, что в конце сентября начинается мой самый большой проект Школа теории и практики по той парадигме, которую я развиваю, в МЛ. Мы там будем проходить какую-то тему, и эту тему мы будем разбирать на художественном фильме. В 7 разных фильмах это увлекательно. Приходите. Всё, прощаюсь, до встречи.